Пока иду, начинаю вспоминать свой сон. Помню, снились какие-то караси, какая-то картошка. И да, снилась мне моя болгарка. Сходу нахожу ее и начинаю изучать. На первый взгляд, все это выглядит, как будто я первый раз ее вижу. Но поверьте, именно в этот момент в моей голове затаился коварный план по изготовлению чудо-устройства из этого инструмента. Приступаю. Для начала разбираю болгарку. Все отлично, ее в сторонку. Завалялись у меня кругляши из десятой фанеры. Беру их и начинаю выбирать наждачку. Надо и не мелкую, и не крупную. О, вот это именно то, что нужно. Начинаю производить поступательно-возвратные движения. С целью стереть гладкий слой фанеры. Ускоряюсь для повышения производительности. С помощью деревянного клея пытаюсь сделать фанеру 8 сантиметров толщиной. В процессе центрую фанерки с помощью сверла. Соединив все слои, стягиваю струбцинами. Еле выждав 20 минут, скорее бросился распаковывать склейку. После чего установил в токарник и сделал ровный цилиндр. Для торцевой операции понадобилось сменить патрон на станке. И работа с торцом поперла. В процессе изготовления пришла мысль утопить гайку от болгарки. Снял со станка, разметил и углубил. Когда все закончилось, мне не понравилась одна из сторон. И я принял трудное решение заклеить ее куском фанеры. С другой стороны, как и задумано, прикрутил гайку от болгарки. Финишным процессом по созданию ролика была подгонка непосредственно на самой болгарке. После чего ролик был готов. И я довольный по уши положил его на полку. И отправился в поиски чего-то плоского и гладкого. Попался кусок ЛДСП. На тот момент мне показался идеальным материалом для моей безумной идеи. Пока точно не знаю, что и как. Положив болгарку сверху, начал что-то размечать. В процессе всех чертильных работ возникла изумительная идея. Ее я и стал придерживаться. Начерченный прямоугольник по плану надо было углубить на 3 мм. С помощью фрезера за 10 минут это было сделано. С помощью стамески выровнял углы под 90 градусов. Отыскал за кромах металлический лист толщиной 3 мм. Снял размеры с углубления и перенес их на металл. В один заход отпластал железяку. Все получилось четко. Аж самому понравилось. Переворачиваю деталь и переношу отверстие на металл. С помощью сверлильного станка и коронки 70 мм делаю сквозную дырёвку. Уши эмкой начищаю до блеска. Продув дощечку заметил неладное. И понял, что теперь пора привести в порядок торцы основной части. Закупив дешевую кромку в магазе и вооружившись утюгом жены, начинаю гладильно-клеечные работы. За пару минут справляюсь с этой задачей налегке. Все это некрасивое пространство решаю закрасить красной, как кровь, краской. Все засохло. Проверяю на совмещение все детали. Идеально. Дальнейшая работа пойдет из остатков ЛДСП белого цвета. Свою ранее изготовленную самоделку зажимаю эти куски, чтобы получилось что-то похожее на коробку. На этот раз решил пойти красивым путем. И специально для этого случая прикупил конфирматы и сверло под них. Насверлив кучу дырок, стянул короб очень крепко. Сделал разметку глубиной в 10 сантиметров. В размер пространства внутреннего выпилил дощечку. И по заданным размерам ровно по уровню прикрутил все теми же конфирматорами. Пришла пора болгарки. Запихав ее внутрь короба, начинаю раздумывать, как закрепить. Подумал о том, что на болгарке есть управление скоростью. И было бы неправильно оставлять этот регулятор внутри. Поэтому делаю так. Замеряю диаметр УШМ. И в точности такой же размер коронки беру и сверлю отверстия. К самой же машинке прикручиваю два уголка. Заводские резьбовые отверстия. Все примеряю. Выглядит просто бомбически. Разметив места крепления, тупо их прикручиваю. На следующем этапе нужно позаботиться о устойчивости данного станка. Для этого беру два бруска по одному килограмму каждый. И с помощью болтов в заранее заготовленные отверстия прикручиваю их к двум дощечкам. Эти два груза прикручиваю снизу тумбы. А позже прикручиваю резиновые ножки для уменьшения вибраций станка. Так, теперь делаю опилка-отсос. Для этой функции выбрал канализационную трубу диаметром 50 мм. Тут все просто. Отрезаю в размер. Убираю часть трубы. Сверлю отверстие сбоку. Вставляю трубу. И прикручиваю на пресс-шайбу. Вуаля! Все готово. Ну а теперь самое страшное. Да, жертвовать надо чем-то. Мне пришлось пожертвовать проводом. Для того, чтобы получилось вот так. Друзья, все готово. Оснащаю и испытываю. Не знаю, плюс это. Или минус. Короче, все вы видите небольшую болтанку на ролике. Это люфт болгарки. Но с помощью этой вибрации процесс срезания древесины идет быстрее. А качество не страдает. Как-то так. Если вам понравилось сегодняшнее видео, поставьте лайк. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока. До скорой встречи.